Спустя 10 дней после смертоносного землетрясения в столице Мексики продолжают разбирать завалы. Площадь поисковых работ сузилась до нескольких рухнувших зданий. Фокус на фешенебельном квартале Рома. Здесь пропавшими без вести остаются более 30 человек. Подтверждена гибель 337 человек. Мексиканским специалистам помогает команда инженеров из Швейцарии. Они дают советы, как восстановить дома и разрушенную инфраструктуру. При этом говорят, что материальной помощи не оказывают, и что делать это должны правительства разных стран. «Учитывая ситуацию в Мексике и размер её населения, разные страны должны больше помогать ей деньгами». Как заявляют власти, два последних землетрясения причинили стране ущерб на 2 миллиарда долларов. Пострадали школы, жилые дома и места культурного наследия. Согласно частным оценкам, этот ущерб на самом деле может достигать 8 миллиардов долларов. «Президент должен сделать всё возможное и действовать. Он не может позволить чиновникам разворовать деньги, которые пожертвовали другие страны. Я видел на Фейсбук, что пожертвовали Эппл, США, Израиль». Администрацию Энрике Пениньете критикует всё громче. Президента обвиняют в том, что за время своего правления он наполовину урезал бюджет организаций, отвечающих за восстановление после стихийных бедствий, а также не смог улучшить систему предупреждения о землетрясениях. В результате после недавнего урагана и двух разрушительных землетрясений у страны не осталось денег на восстановление. В своём последнем выступлении президент признал, что в бюджет следующего года нужно заложить больше средств на эти нужды. В ходе четвёртого раунда переговоров о Брексите Европейские союзы Великобритании продвинулись по многим пунктам. При этом главный переговорщик от Брюсселя отметил, что этого недостаточно для начала обсуждений финансовых и торговых вопросов. «Требуемого прогресса достичь не удалось. В ближайшие недели и месяцы нужно продолжать работу». Раунд длился четыре дня. Представитель Великобритании отметил, что Лондон хочет приступить к обсуждению того, что будет происходить после Брексита в 2019 году. «Мы быстро обсуждаем все сложные вопросы. Нам потребуется дополнительное обсуждение и прагматизм по некоторым пунктам, чтобы достичь соглашения». Мишель Барнье назвал два ключевых вопроса, по которым пока не удалось достичь компромисса. Первый – это права около трёх миллионов граждан ЕС, проживающих в Великобритании. Дэвис подтвердил, что британское законодательство обеспечит такие права. При этом Брюссель также требует, чтобы граждане ЕС имели право подавать в суд в случае злоупотребления со стороны государства. Второй вопрос – это выплаты Великобритании в рамках бюджета ЕС. Он был утверждён до 2020 года. Как говорил ранее британский премьер-министр Терезе Мэй, ни одна из 27 стран ЕС не должна платить больше из-за развода. «На этой неделе команда переговорщиков от Великобритании дала понять, что страна выполнит свои обязательства в 2019 и 2020 годах». При этом в Брюсселе отмечают, что этого недостаточно. Согласно утверждённому бюджету ЕС, страны должны делать отчисления и после завершения бюджетного периода. Уже 92% бразильцев не доверяют президенту Мишелу Темеру после новых обвинений в коррупции. Таковы результаты опроса, проведённого в сентябре. «Я огорчён тем, что Бразилия тонет в море коррупции. Надеюсь, эта проблема разрешится. Борьба с коррупцией продолжается каждый день. И Бразилия возвращается на правильный путь». 77% граждан считают, что правительство Темера работает очень плохо. Для сравнения, в июле такого мнения придерживались 70% бразильцев. Только 3% опрошенных оценивают деятельность Темера и его команды как хорошую. По-прежнему доверяют президенту только 6% бразильцев по сравнению с 10% в июле. «Недоверие даже ещё больше. Нелегитимное правительство Мишела Темера подтасовывает факты и отчаянно пытается избежать ответственности за совершённые преступления». Рейтинг президента начал падать в июле после первого обвинения в коррупции, выдвинутого генеральным прокурором страны. Однако тогда Нижняя палата Конгресса заблокировала расследование. Это спасло Темера от судебного разбирательства в Верховном суде. После этого президент заявил, что продолжит выводить страну из экономического кризиса. «В экономике, несомненно, есть некоторые улучшения. Это касается инфляции и других показателей. Произошло небольшое оживление малых секторов экономики. Однако это не отражается на рейтинге, поскольку имидж правительства в целом продолжает ухудшаться». Согласно новым обвинениям, Мишел Темер препятствует правосудию и замешан в создании преступной коррупционной организации. Прокуроры заявляют, что президент брал миллионные взятки у крупнейшего в мире поставщика мяса JBS в обмен на политические льготы. Как утверждается, он также подкупил свидетеля, который мог бы дать против него показания. По закону Бразилии, президент страны обладает частичной неприкосновенностью. Начать расследование против него может только Верховный суд. Однако и эта инстанция должна сначала получить разрешение Нижней палаты Конгресса. Предполагается, что она рассмотрит этот вопрос в середине октября. Между тем, аналитики ожидают, что депутаты снова заблокируют расследование и позволят Темеру отработать в должности президента до окончания срока в конце 2018 года. Тысячи рабочих в Северной Ирландии могут лишиться заработка из-за спора двух крупных авиастроительных компаний. Американский Boeing обвинил канадский бомбардье в нечестном получении субсидий от государства. В итоге Министерство торговли США ввело на самолёты бомбардье серии C, пошлины в размере 220%. Пострадать же могут около тысячи сотрудников на заводе бомбардье по производству крыльев, которые находятся в Белфасте – столице Северной Ирландии. Если учесть всех поставщиков, то потерять работу могут приблизительно 4200 человек. «Важно отметить, что серия C – это критически важный элемент для будущего нашей работы в Северной Ирландии. Это наша ведущая программа. В ней задействовано около тысячи человек». Бомбардье все обвинения в свой адрес отрицает. Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призывала Дональда Трампа посодействовать, чтобы решить конфликт. Теперь же после решения Министерства торговли США она обвинила Боинг в подрыве партнёрских отношений с её страной. «Что я скажу в отношении Боинг, так это то, что у нас с ним долгосрочные партнёрские отношения на разных уровнях. И это не то поведение, которого мы ожидаем от долгосрочного партнёра. Оно подрывает наше сотрудничество». Пошлины начнут взимать только в случае, если в пользу Боинг примет решение Комитет внешней торговли США. Как ожидается, свой вердикт он вынесет в начале следующего года. Самая узнаваемая архитектурная достопримечательность Франции отметила знаковое достижение. За всю её 128-летнюю историю Эйфелеву башню посетило уже 300 миллионов человек. Открыли её в 1889 году. В честь такого события – праздничная иллюминация из 20 тысяч лампочек и праздничные концерты на каждом этаже. А началось всё с зажигательных ритмов диджеев на нижнем уровне. «Супер! Просто великолепно! Была очередь немного толкотни, но в целом здесь здорово. Мы отлично проводим время». «Невероятно! Это отличное место. Я пришёл сюда из-за музыки, но и само место потрясающее. Я с друзьями и здесь здорово». «Здесь просто необыкновенно! Я услышала, наверное, все самые известные французские песни. Слушать их прямо на Эйфелевой башне удивительно. Я впервые тут, здесь великолепно». Башню воздвигли ко всемирной выставке, которая в 1889 году проходила в Париже. Сначала это было временное сооружение, которое должно было показать инженерные и технологические достижения Франции. Позже её решили сохранить. 324-метровое сооружение строили около двух лет. Оно было верхом инженерной мысли того времени. В течение 40 лет башня оставалась самым высоким строением в мире в два раза превышая пирамиду Хеопса. Эйфелева башня пережила две мировые войны и ряд природных катаклизмов. Вход на смотровые площадки платный. Ежегодно их посещают около 7 миллионов туристов. В 19-м и 20-м веках в этих каменных зданиях, расположенных в историческом районе Праги, жили военные. Теперь же это модное место для отдыха. Заброшенные казармы преобразовались благодаря пражским любителям культурных мероприятий. Они арендовали здания на три года у Министерства юстиции. «Хоть и временно, но мы превратили закрытые для публики казармы в открытое пространство. Любой может прийти сюда, насладиться фильмом, посидеть с друзьями, позаниматься спортом». Снаружи зданий городской шум. Но во внутреннем дворе – тишина. Её нарушают лишь голоса самих гостей. Кто-то общается, а кто-то расслабленно сидит в шезлонге. Сюда можно приходить и с детьми. Для малышей сделана песочница. «Здесь много пространства. Это старинное место. И, видимо, его долго не использовали. Но арендаторы смогли оживить его. И теперь здесь всё очень круто». По вечерам во дворе казарм показывают кинофильмы и спектакли. В холодное время года это будут делать в помещении. Картины кисти Караваджо предстали на выставке в Милане в новом свете. Специалисты с помощью рентгеновских лучей выяснили, как создавал свои шедевры итальянский художник. Его творчество выпало на конец XVI – начало XVII веков. «Караваджо никогда не делал эскизов. Он писал сразу на холсте. Поэтому, увидев какую-то неудачную деталь в композиции, он изменял её, не задумываясь дважды. Он добавлял сверху тёмную краску, и все огрехи исчезали». Например, на картине «Отдых на пути в Египет» ангел изначально находился в нижнем правом углу и был меньше. А Мария, Иосиф и маленький Иисус располагались в центре. Позже художник изменил замысел и в центр переместил ангела. Многочисленные изменения Караваджо внёс в картины «Марфа и Мария Магдалина» и «Святое семейство с Иоанном Крестителем». В последнем произведении он неоднократно переписывал одеяния Богородицы. К тому же видно, что её рука, лежащая на бедре ребёнка, написана позже, чем сам младенец. Открылась тайна и картины Иоанн Креститель, которая прибыла на выставку в Милан из Рима. «Мы не понимали, куда он смотрит. Используя рентгеновские лучи, мы обнаружили, что в том направлении, куда он смотрит, находился ягнёнок. Караваджо рисовал его несколько раз в разных положениях, но, видимо, ему всё равно не понравилось. И он отказался от него». На выставке представлено 20 картин из разных галерей мира. Организаторы подготовили короткие видеоролики к каждому произведению, чтобы можно было увидеть, как продвигался творческий процесс из Караваджо. Итальянский художник известен как основатель реализма в живописи, один из крупнейших мастеров барокко. Выставка в Милане продлится до 28 января. Сотни протестующих собрались в центре Гонконга в четверг, чтобы снова потребовать полной демократии. Они вышли в третью годовщину так называемой революции зонтиков. Это было масштабное протестное движение с требованием ввести в этом регионе КНР свободные выборы главы администрации. Добиться этого протестующим так и не удалось. Главу региона по-прежнему выбирает специальная комиссия, которую обвиняют в лояльности Пекину. Протестующие собрались у здания администрации с символом революции – жёлтыми зонтиками. «После движения зонтиков китайские власти приложили все усилия, чтобы развязать репрессии и запугать людей. И всё для того, чтобы не допустить повтора массовой акции неповиновения». Гонконг – бывшая британская колония. Он перешёл под управление Китая в 1997 году на условии «одна страна, две системы». Здесь гражданам предоставлена относительная свобода, в отличие от материковой части КНР, где полный контроль у Компартии. Но гонконгцы всё больше жалуются на притеснение их свобод. В конце августа в регионе вспыхнули протесты из-за ареста трёх активистов зонтичного движения. Их обвинили в организации незаконных собраний и приговорили к срокам заключения от шести до восьми месяцев. «Амнести Интернешнл обеспокоена тем, что власти предпринимают в отношении многих этих активистов судебное преследование. Это может помешать людям в будущем проводить мирные протесты. Это лишает их свободы собрания». Революция зонтиков была самой масштабной акцией протеста для властей КНР со времён студенческих демонстраций 1989 года на площади Тяньань-Мэнь. Тогда на их подавление направили танки и армию. Погибло несколько тысяч человек. Классики русской литературы – страстные охотники и рыболовы. Об этой малоизвестной стороне жизни известных писателей рассказывает новая выставка в музее Пушкина. Зоркий глаз и чуткое ухо рождали яркие впечатления, подсказывали писателям новые сюжеты и характеры будущих героев. «Становится важным мужским занятием и для дворянина важным, который должен доказать себе и другим, что он настоящий мужчина, что он ловок, что он силён. Это, да, такой своего рода обряд инициации». Вот рабочий кабинет Некрасова. Больше напоминает комнату заядлого охотника. Любовь к этому делу Некрасову привил отец. В юности писатель даже пренебрегал учёбой ради вылазки в лес. На фото любимая собака и верный спутник писателя – английский поинтер Кадо. «Специально для неё жарилась куропатка, которую она поедала или на ковре, или на диване с дорогой обивкой. Когда она заболевала, лекарства ей выписывал врач, лечивший самого Некрасова». А это Антон Павлович Чехов, тоже в окружении собак. На фото любимый такс и хиновник. Марковна и Брома Исаевич, всюду сопровождавшие писателя. Вот только о охоте Чехов предпочитал рыбалку. В раздумьях литератор часто ловил, а затем отпускал рыбу обратно в пруд. «Сохранилась чеховская кепка с огромным количеством дырочек. Кажется, это так плохо мы её хранили. Нет, это следы как раз от рыболовных крючков. Он таким образом их хранил». Экспозиция создана при участии 23 музеев и библиотек со всей России. В частности, композиция с животными из Дарвинского музея. Выставка продлится до начала декабря. Сара Вардл сегодня собирается на дискотеку. А танцевать 24-летняя австралийка с синдромом Дауна любит больше всего. Последние восемь лет она ходит в школу танцев в городе Перд, Западная Австралия. «К нам каждую неделю приходит более 250 людей с отклонениями в развитии и их родственников. Очевидно, что обществу это нужно. Наша студия принимает всех, кем бы они ни были». А недавно женщина поняла, что развлечений по вечерам у её подопечных нет. После этого решила провести первую в стране дискотеку для людей с умственной инвалидностью. Повеселиться на танцполе приехали со всего Перта. «Я знала, что мероприятие будет успешным. Я знала, что жителям Перта это нужно. Но на прошлой неделе был просто ажиотаж». Вечер удался. Теперь Келли обдумывает, как организовать ещё одну дискотеку. Но гости надеются, что мероприятие станет постоянным. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова